Здравствуйте! Это Новости Дагестана. Я Фатима Абуталибова. И вот главные темы дня. Благоустройство города, а именно одной из центральных улиц, продолжается. Какие преобразования ждут горожан, смотрите в выпуске. За самоотверженность и преданное служение Родине. В Каспийске торжественно открыли памятник героям войны. Не успели достроить, а уже сносят. В Махачкале снесено еще несколько незаконных строений. Мемориал защитникам Отечества, труженикам тыла, павшим и пропавшим без вести. На фронтах Великой Отечественной войны был торжественно открыт сегодня в Каспийске. На мероприятии присутствовали глава Дагестана Сергей Меликов, руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России, генерал-полковник Николай Юрьев, генерал армии Владимир Исаков и, конечно же, ветераны. Более подробно расскажет Асель Манапова. Под звуки военного марша и залпы салюта прошла церемония открытия мемориала защитникам Отечества и труженикам тыла. Обращаясь к героям войны, глава республики Сергей Меликов отметил, что это день памяти и уважения к их великому и жертвенному труду. Это выражение безмерной благодарности за спасение этих ценностей. На сегодняшний день самым грандиозным и самым великим смыслом для всех, для нас является память. Память о той истории, которую мы должны хранить вечно. И одним из символов этого события сегодняшнего, это, безусловно, увековечение памяти наших великих предков, которые подарили нам сегодня жизнь и возможность развиваться, возможно строить, возможно созидать. Но при этом отдали свою собственную жизнь за свободу, независимость и за счастье будущих поколений. В торжественной обстановке руководитель департамента контрразведки ФСБ страны Николай Юрьев вручил главе республики свидетельство о возведении памятника. Он отметил, что Дагестан потом и кровью заслужил этот мемориал. А генерал армии Владимир Исаков подчеркнул, что подрастающее поколение ни в коем случае не должно забывать подвиг своих предков. Те, кого нет сегодня с нами, не доказали свой героизм, свою преданность, присяги, свою верность. Они выполнили свою задачу. А наша задача, живущих сегодня, помнить об этом всегда. И святостить слова. Это нужно не мертвым, это нужно живым. Всем известно, что каждый второй дагестанец не вернулся с поля боя Великой Отечественной войне. И сегодня, спустя годы, память о них не померкла ни на минуту. Открытие мемориала – дополнительное доказательство. В завершении праздника под мелодию знаменитой песни Расула Гамзатова «Журавли» были возложены первые цветы у авиалистка. Асель Манапова, новости ННТ, Каспийск. Реконструкция улицы Каркмасова перешла в активную фазу. Это один из самых ожидаемых проектов города. На ремонтном участке улицы не просто заменяют асфальтное покрытие, здесь полностью переоборудуют инженерные сети. Подробности большой стройки узнавал Карим Даниев. С начала октября на улице Каркмасова бурлит работа. Техника не останавливается ни на минуту. Речь не идет о банальной перекладке асфальтобетонного покрытия. Здесь меняют все – водовод, канализацию, ливневки и даже электросети. При изучении вопроса были выявлены ряд проблем в части технического состояния трубопровода, который здесь проходит. Постоянно были на нем аварии и утечки. Водоканал вынужден был приезжать, скрывать его. Но замены трубопровода действующего, который находится в ужасном аварийном состоянии, не совершалось. На сегодняшний день водоканал изыскал средства и заменил 360 погодных метров трубопровода диаметром 500 мм. Помимо этого, на улице Каркмасова в данный момент ведется работа по устройству ливневой канализации. У нас были проблемы в городе по этой улице, в частности на Университетской площади, по подтоплениям. В связи с этим было принято решение по устройству ливневой канализации и отводам ввод в ливневую сеть. По вопросу электрических кабельных сетей, которые идут по улице Каркмасова, они будут переведены в подземное исполнение. Сейчас строительство на стадии устройства ливневок. Подрядчик спешит закончить работу, чтобы дорожники приступили к укладке асфальта. Предположительно, автомобильное движение на данном участке будет восстановлено до конца текущего года. Подрядными организациями закуплен весь необходимый материал для проведения работы. Материал выбирался самого лучшего качества, так как данная работа проводится не в рамках косметического ремонта, а в рамках капитального ремонта с заменой всех сетей, чтобы на ближайшие десятилетия мы забыли про проблему с утечками, про проблему с обрывами кабелей. Проект напрашивался давно. Он в значительной мере повлияет на досуг горожан. Данный прогулочный маршрут протянется от парка Ленинского комсомола и до самой площади Ленина. В мэрии города уверены, что после завершения реконструкции махачкалинцы получат улицу, аналогов которой в городе нет. Карим Данив, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Приставы Кировского района привели в исполнение решение суда о принудительном сносе здания на проспекте Акушинского, 96-Ж. Ранее в ходе строительно-технической экспертизы было выявлено, что дом не соответствует ряду градостроительных норм. Данного объекта были отменены разрешительные документации. Впоследствии физическое лицо обратилось иском о признании объекта самовольной постройкой и снести его. По решению суда данный объект признан самовольной постройкой и обязан снести его. Застройщик был множественно раз предупрежден о необходимости сноса объекта. Между тем, решение суда не было исполнено. Также накануне специалисты Управления архитектуры и градостроительства Махачкалы совместно с прокуратурой демонтировали дом на улице Громова. Капитальное строение вплотную прилегало к забору СИЗО. Мэрия Махачкалы сообщает, что снос самостроев будет продолжен. Повышенная влажность, чем она опасна? Для Дагестана это актуальный вопрос из-за непосредственной близости к морю. Наши корреспонденты узнали, что проблему можно решить, установив качественную вентиляцию. Подробности в следующем сюжете. У махачканицы Зульпакара Гаджиева квартира находится в прибрежной зоне города. Молодой человек заметил, что ребенка часто мучает простуда, а у взрослых сильные головные боли. К тому же в квартире ощущается сырость. Как выяснилось, причина этих проблем – отсутствие вентиляции в доме. В первую очередь у меня болеет ребенок, и я захотел сделать условия такие, чтобы она меньше болела и быстрее выздоровела. Это влажный воздух прохладный, то есть поставить увлажнитель и заодно поставить вентиляцию, чтобы постоянно была циркуляция свежего воздуха. Я слышал, что вентиляция циркулирует постоянно в воздух свежий, и не бывает холодного воздуха, так как устанавливается над батареями. Современное жилье гарантирует надежную звукоизоляцию и теплозащиту. Из-за этого квартиры становятся воздухонепроницаемыми. Мебель и ремонт портятся, но самое опасное – от сырости и влажности страдает организм человека. Поэтому на вопрос, зачем нужна вентиляция, следует однозначно ответить, что она просто необходима. Менеджеры компании «Лидер Климат» проводят консультацию и подробно объясняют, какое устройство лучше подойдет и где его необходимо установить. Самой причиной возникновения сырости и плесени может быть разной. Нет отопления, не утеплены стены, нет нужной вентиляции. Мы же решаем вопрос вентиляции и поможем человеку на самом деле решить его проблему. Саму вентиляцию можно произвести при любом этапе ремонта. То есть, если у вас готовые обои, все готовое, тоже можно сделать вентиляцию без пыли и грязи. В Дагестане запрос на вентиляцию есть круглый год. Чаще всего ее устанавливают над ванной, в гардеробной или в туалете. Очень часто бывает такое, что у людей на потолке образуется плесень, на углах образуется плесень, на окнах окна потеют. Это из-за повышенной влажности в доме. Вот с этим прекрасно справляется вентиляция. К нам в фирму обращаются круглый год, поскольку это не несет сезонный характер. Летом у людей дома душно, зимой, в принципе, такая же проблема. Окна не могут открыть, потому что холодно на улице. Не зря говорят, что у людей, живущих в горах, более крепкий иммунитет. И дело не только о физических нагрузках и более подвижном образе жизни. Значимую роль тут играет качество воздуха. В наш век высоких технологий чистый воздух можно получить и в городе. Достаточно вовремя установить хорошую вентиляцию. Наталья Ханбабаева, Салман Гитихмаев, Мурат Бекбарзов. Новости ННТ. Махачкала. Один миллион за искусственный интеллект. Ученик 11 класса Каспийской школы номер 2 Саид Азизов стал победителем международного конкурса по искусственному интеллекту и анализу данных. Его работа, представляющая собой демоверсию программы для глухонемых, оказалась лучшей среди двух тысяч работ. Саид со своей командой выиграл приз в один миллион рублей. Конкурс проходил на протяжении всего 2021 года и завершился сегодня. С 10 по 12 ноября в рамках конкурса на одной площадке встретились представители международных организаций, бизнеса, научного сообщества и технические специалисты. Перед участниками выступили признанные мировые эксперты, представители компаний-лидеров по разработке и внедрению технологий в различные сферы бизнеса и жизни. Дагестанец в книге рекордов Гиннеса. Шестилетний махачкалинец Ратмир Гончар оказался в книге рекордов России за наибольшее расстояние, преодоленное на руках в России среди своих сверстников. Его результат 123 метра 6 сантиметров. Рекорд был зафиксирован на стадионе имени Елены Исимбаевой. По словам родных мальчика, на руках он учился ходить без чьей-либо помощи. Цели ставить рекорды изначально у него не было. Позже, по советам людей, родители Ратмира подали заявку в книгу рекордов России. Махачкалинец Расул Магомедов выиграл золото чемпионата мира по боевому самбо. Соревнования с участием спортсменов из 50 стран планеты стартовали в Ташкенте. Дагестанский спортсмен представлял сборную России, весят до 98 килограммов. Утром он одержал три досрочные победы, поочередно выиграв у самбистов из Болгарии, Армении и Тринидада и Табага. В финале Магомедов получил золото без борьбы, так как соперник из Казахстана оказался травмирован. Отмечу, что в столице Узбекистана сборную России также представят двукратные чемпионы мира – Расул Гасанханов и Магомед Магомедов. Призовой фонд соревнований – более 200 тысяч долларов. Итоги подведут 14 ноября. В Махачкале чествовали футболистов клуба «Динамо Дагестан». Столичная команда заняла третье место на чемпионате России по футболу среди любителей. Турнир стартовал в мае. Участвовали коллективы со всех субъектов ЮФО и СКФО. В итоговой таблице дагестанский клуб пропустил вперед только «Энергетик» и «Ангушт». Средний возраст игроков нашей команды – 17 лет. В ходе чествования было отмечено, что цель клуба – подготовка игроков для основного состава «Динамо», выступающего во второй российской лиге. В награждении приняли участие глава Федерации футбола Махачкалы Джамал Генжиханов, директора спортшкол и представители спорткомитета. Каспийск примет молодежное первенство страны по вольной борьбе 2022 года. Накануне Федерация борьбы России определилась со сроками проведения главных турниров следующего года. Соревнования среди спортсменов до 2021 года запланированы во дворце спорта имени Али Алиева на 23-28 марта. За последние 10 лет Дагестан во второй раз принимает первенство России в этой возрастной группе. В 2012 году турнир проходил в Хасавюрте во дворце спорта имени Гамида Гамидова. И на сегодня это все. Всего вам доброго и до скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова